Всем привет, друзья! С вами JetPot90 и вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. Мы продолжаем рубрику новинки на платформе Steam, рассматриваем всевозможные игры, которые выходили за последнее время. Как правило, это 24 часа, иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Суть данной рубрики — показать вам, что предлагает магазин и что вы, как игроманы, можете себе приобрести, а от чего лучше всё-таки отказаться и воздержаться, даже если вы это ждали, хотели, мечтали и в своих фантазиях видели это совсем не в топ свете, в котором, в конечном счёте, разработчик это разместил для продажи и распространения. В общем, надеюсь, вам эта рубрика придётся по душе. Я получаю огромное количество отзывов и хорошие, и плохие. Хороших больше, меня это безумно радует. Плохие, как правило, это жалобы на то, что я чью-то там любимую игру назвал плохой, и люди расстраиваются, а ведь они её ждали так долго, ну и прочие плюшки. А хорошие отзывы в плане того, что ребята получают интересную информацию, они её анализируют и, исходя из этого, решают купить им или не купить ту или иную игру. Следовательно, приятно провести время, можно будет, если игра хорошая, либо найти что-то, что заменит эту самую несостоявшуюся покупку. В общем, подписывайтесь на мой твич и ютуб канал, и на ютубе обязательно нажимайте колокольчик, дабы получать оповещение обо всех новых видео и стримах, появляющихся на канале. И, конечно же, вступайте в мою официальную группу ВКонтакте, ссылочки есть в описании под видео, друзья, всегда. Комментарии и лайки всегда приветствуются, это однозначно и естественно. Делитесь этим видео с друзьями, для вас репосты это мелочь, для меня способ развивать канал. Ну что, я думаю, пора приступать, приступать к тому, чтобы посмотреть, что сегодня нам приготовила платформа. Переходим в раздел новинки, сейчас я быстренько чат подрублю на твиче, в разделе новинки переходим тоже в раздел новинки, и здесь переходим в раздел все новинки. Давайте смотреть, что сегодня есть в этом магазине, на этой платформе, что из этого может оказаться очень годным игровым проектом, а что окажется полным шлаком, даже несмотря на выгоду или заманчивые названия, описания или скриншоты. Итак, первая игрушка Get Carnage, вот так вот она называется. Ну и судя по скриншотам, выглядит она странно. Да, это топ-даун однозначно, это шутер, это точно, но вот как-то выглядит все настолько дешево, настолько просто, как будто делалось это в каком-то очередном бесплатном редакторе, распространяемом в сети. Для всех желающих, кто хочет, может сделать свою игрушку в подобных редакторах. Один из примеров это RPG Maker, о котором меня просил один из моих зрителей, говорил, давай ты не будешь делать обзоры на такие игры, просто проходи мимо них. Я стараюсь, честно, я очень стараюсь проходить мимо подобных игровых проектов. Ну, ребят, вы сами все видите, здесь даже промо-ролик смотреть не надо. Разработчики заявляют, что это и экшен и инди, русский язык не поддерживается. Игра в очередной раз прошла Greenlight. Кто сидит в Greenlight, ребята, кто такие игры пропускает? Ну, серьезно, ну это уже все, это выходит за рамки разумного. Такое ощущение, что основная масса голосующих в Greenlight это либо боты, либо идиоты. Просто звучит одинаково, хотя и значит почти одно и то же. Ах, ладно, игра для одного человека, стоимость игры 84 рубля, скидка 15%, без скидки 99 рублей. Вот такая вот игра, Get Carnage. Я ставлю оценочку шлака и иду дальше, задерживаться, не хочу на этом игровом проекте. Далее у нас Three Kingdoms The Last Warlord. Кстати говоря, мы же, по-моему, ее уже видели и почему-то она опять появилась. Да, мы сами вчера ее, кстати говоря, рассматривали. Там что, цены разве не было? Вроде бы и цена была. Но давайте посмотрим по хотя бы просто скриншотам. Я напомню, что было вчера. Кто, ребят, не помнит, загляните в выпуск номер 14 и вы все-все-все поймете. Это китайская игра, китайская, видимо, стратегия, которая исключительно на китайском, даже без английского. Поэтому мучайтесь столько, сколько считаете нужным. Разработчики заявляют, что это инди-симулятор стратегии. Игра находится в раннем доступе, стоимость 224 рубля. И русского языка нет, английского языка нет. Игра для одного человека, все на китайском. Удачи вам, друзья. Free Kingdoms The Last Warlord, моя оценочка, шлак. Далее. Seven игра называется. The Day Is Long Gone. Слушайте, очень даже симпатично выглядит, по крайней мере, по скриншоту меня привлекла эта игра скриншотом. Давайте посмотрим промку. Мы стоим на破тое мире. Далее. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Блин, да очень много игр, я даже все перечислять не стану Короче, мне нравится такой жанр Всегда нравился, мне нравится такой вид подачи Плюс здесь, как я понимаю Не пошаговая, а все в реальном времени Это очень круто, на мой взгляд Потому что играть такую игру в пошаговом режиме Я бы тоже с большим удовольствием попробовал Но мне нравится, как это выглядит Вот в реальном времени, очень здорово Разработчики заявляют, что это экшен, приключения, инди и рпг Русский язык обязательно есть в наличии Юриспик, то с разработчиком Спасибо, что напряглись и сделали это Игра для одного человека К сожалению, пока цена не заявлена И дата выхода почему-то тебе и написана Хотя, вроде как числится от сегодняшнего дня Ну, что я могу сказать Мне понравилась промка Прямо меня привлекла она Я бы с большим удовольствием Приобрел эту игрушку или получил ключик к ней И потестировал ее, как минимум провел бы обзор по ней И есть вероятность, что меня она зацепит Очень большая, я так думаю Если, конечно, там нет каких-то косяков с игровыми механиками Если нет завышенной сложности Если... Ну, в общем, много всяких если, ребят Короче, моя оценочка 7, the day is long gone Вот моя оценочка годнота Я даже себе добавлю список желаемого Мне понравилась Надо тестить, надо смотреть Красивый и мрачный мир постапокалиптики Здесь вроде как он реализован Нет киберпанка Это эдакий Ассасин Крит Только не от первого, не от третьего лица А вообще топ-даун изометрический, да Вид сверху под углом И вы бегаете маленьким человечком, сражаетесь Но от этого хуже она не смотрится Это мое личное мнение Но, судя по скриншоту, почему я говорю Ассасин Крит Но по скриншоту это Ассасин Крит Сами посмотрите, я думаю, вы все поймете Короче, 7, the day is long gone Моя оценочка годнота Далее У нас идет игрушечка Doiswold Online VR, да Mindcoops Кстати говоря, опять это же игра В очередной раз мы уже смотрели Мы уже анализировали эту игру Я думаю, если кто-то не помнит Я сейчас скриншотами вот так напомню То, что здесь вращающаяся гравитация Как повернул камеру, такая гравитация в ту сторону и работает Я тогда уже ставил ей оценку Не буду третий раз ставить Потому что это, по-моему, уже третий раз, когда попадается игра в списке Наконец-то она вышла в продажу, видимо Или, может, скидку объявили на нее В общем, 116 рублей она стоит Я рекомендую эту игру к покупке Она была у нас, по-моему, из разряда туда-сюда Ближе к годноте Далее у нас идет игра под названием Icarus Starship Command Simulator Да, Icarus Или, наверное, это правильнее Icarus Starship Запятая Command Simulator Симулятор Блин, короче, фиг вы знаете Здесь ни запятых, ни точек нет Будем читать так Icarus Starship Command Simulator Вот как бы все По-другому это не прочитать Судя по скриншотам Это что-то очень странное и сомнительное Особенно вот эта часть меня прям Прям заставляет мучиться И глазки кровью истекают Да Ну, это очень напоминает какой-то первый шутер Времен, может, начала двухтысячных Когда только-только пошли трехмерные шутеры От третьего, точнее, от первого лица Это же у нас FPS, типа того Но все примитивно, все лениво Пустые локации Ну, а графика, конечно, 2017 год совершенно не тянет И если есть иногда игры, которые напоминают что-то старенькое И при этом, посмотрев на это старенькое Хочется это попробовать То эта игра, она хоть и напоминает что-то старенькое Но глядя на нее, я не хочу ее пробовать совершенно Разработчики заявляют, что это экшен Инди-симулятор и стратегия Русского языка в наличии нет Игра для одного человека Стоимость игры 84 рублей Со скидкой 15% Без скидки 99 рублей Ну, стоит ли игра это того? Я думаю, нет Вот моя оценка такая Икарус Старшип Команд Симулятор Моя оценочка Шлак Не знаю, зачем это вообще выпустили Двигаемся с вами к следующей игрушке Название Deadly Metal Ну, вообще-то вот скриншоты совсем пугают Однозначно что-то про зомбаков в очередной раз По всей видимости Но Че это как-то, ребят, я не знаю Все плохо выглядит Познакомьтесь с нашим главным персонажем Это Уолтер Блэк Лидер группы Steel Burn Sky Исполняющий музыку в стиле метал А еще Уолтер Блэк просто ненавидит людей Его раздражает устройство системы И социум Где-то в глубине души Уолтер всегда знал Что настанет какой-то там день Наверное, типа зомби-апокалипсиса И в очередной раз мы видим логотип Что эта игра прошла green light Ах В общем Почти всегда Я вот заметил эту ерунду 90% Если не больше игры Которые прошли green light Это параша Есть редко, очень редко исключение, но в большинстве случаев, если вы видите табличку Greenlight, типа, одобрено, это значит, скорее всего, что это реально прям вот шлак И вот отлично, уже два примера за сегодняшний эфир у нас Разработчики заявляют, что это насилие, экшен и инди, русский язык не поддерживается, игра для одного человека, цена пока не заявлена Короче, ребята, не знаю кому как, Deadly Metal, моя оценочка шлака, настолько шлак, что ей бы обратно на Greenlight и получить красный свет Ну, бывает, ладно Видосик какой-то, нам он не нужен, и игрушечка Super Stone Legacy Давайте посмотрим, оооо, какой ужас Это, это... Есть игры в Movie Maker, точнее, в RPG Maker сделаны, которые мне не нравятся Но вот это где сделано? Это... Это что? Может быть это в пейнте, кто-то от руки нарисовал и анимировал картинки? Что это за бред? И это ведь продают в Стиме, это распространяют в Стиме До какой степени опустилась эта платформа, что она не может представить ничего толкового, да? За... Ладно, сейчас, прежде чем разглагольствовать Экшен, приключения, инди и RPG, заявляет разработчик Русский язык не поддерживается, только английский в наличии При этом у этой хрени есть и мультиплеер, и кооператив Пожалуйста, играй с друзьями Стоимость игры 224 рубля со скидкой 10%, без скидки 249 рублей Серьезно, ребят, ну вот... Ну серьезно, ну вот... Кто? Поднимите, пожалуйста, руку Напишите мне в чате Кто в это говно будет играть с друзьями Звать кого-то в кооперативе, пройти эту игрушку Или посражаться по сети? Кто? Какой нормальный человек, тем более за 224 рубля? Кто? Жесть вообще, слушайте Это вообще капец просто Супер Стоун Леджеси, друзья, оценка шлак Идем далее Freedom Fighter, игрушка называется Смотрим, что нам тут предлагают Это вообще кляксы или это человек? А, это видимо какой-то файтер, да? Да, разработчики заявляют, что это насилие, экшен и инди Русского языка в наличии нет Игра для одного человека Стоимость игры 59 рублей Я не знаю, но вот смотрите Примерно такая же какаша, как предыдущая игра Но стоит 50 рублей А предыдущая игра стоит 224 рубля Со скидкой, без скидки 249 рублей А там еще большая какаша, чем здесь Игра Freedom Fighter, друзья Шлак Далее Дальше у нас VR идет DLC-шка идет И The King's Heroes Вот давайте посмотрим, что это А, подождите, мы же это уже смотрели Тогда была она у нас Я помню, в обзоры попадала Dragon Wars Давайте посмотрим, что Сегодня что? Сегодня день говна... Ой, я извиняюсь День какашек? Хотя это одно и то же на самом деле Вы посмотрите на это просто Ну вы посмотрите Что это такое? При этом, вот судя по этим вариантам Действия, да, это что-то вроде Настольной игры Которую перенесли на ПК Но почему так плохо? Неужели тяжело было Хотя бы в RPG Maker Сесть и заморочиться И сделать нормальную игру Визуально Хоть немножко нормальную Но это трешак, друзья мои Разработчики заявляют, что это приключение И RPG Стоимость игры 149 рублей Скидка 40% Без скидки 240 219 Или 249 219 рублей Без скидки На русском языке, естественно Нет наличия Игра для одного человека Драгон Варс Шлаг, друзья мои Далее у нас идет игрушечка Solar Roys Пролог Ясно Еще одна замечательная Сегодня день замечательных игр Вы посмотрите Сегодня Steam нас радует, друзья Сегодня что не игра, то хит Прям Одна за одной Специально, мне кажется Выкладывали Я думаю Steam Сегодня день такой решили сделать На разработчике Извели что это экшен Казуалка Индии Симуляторы И ранний доступ Русский язык Как ни странно В наличии есть Игра не только Соло Но и мультиплееры И кооператив Пожалуйста Играйте Стоимость игры 141 рубль 25% скидка Без скидки 189 рублей Ребят Я не знаю как вам Здесь написано Что вам придется Столкнуться с силой инерции И научиться Маневрировать И сражаться Под ее постоянным воздействием Как в классической Астероид Солароид Это игра Не для фанатиков Управления Двумя стиками Эволюционируйте Или умрите Пытаясь Что это значит Короче Солароид Пролог Шлаг Далее 50 years Игрушка называется 50 лет Это что 50 лет Это альтернатива Большим и долгим Пошаговым стратегиям Это стратегия В которой вы сможете Сыграть вечером И доиграть до конца Или проиграть Что тоже быстро В обоих случаях Вам хочется сыграть повторно Что это Текстовая стратегия Очень напоминает Да Текстовую Ооо Это файтинг такой Давайте Даже Я не откажусь Даже видосик посмотреть Мне кажется Нам всем это понравилось Давайте Быстрая пошаговая стратегия С высокой Реиграбельностью Глубокой механикой Я что-то сильно сомневаюсь Ну Какие нации А Ну все Все стандартно Субтитры сделал DimaTorzok Вы заметили да что я молчу пока это смотрю Ну потому что это Это капец друзья мои Разработчики заявляют что это инди и стратегия Русский язык Русский язык благо есть наличие Игра для одного человека Есть редактор битв Есть редактор пещер И стоимость игры 103 рубля Со скидкой 20% Без скидки Стоимость игры 129 рублей Ну Как вам сказать Вот Это точно шлак Но что-то в этой игре возможно есть Может быть кому-то она даже очень зайдет Если здесь интересная сюжетная кампания Но я сомневаюсь сильно Лично я игре 50 лет ставлю оценку шлак Но может быть найдутся те кто оценит подобный игровой жанр Или точнее в данном случае игровое решение Уж с какого вообще 50 years друзья оценочка шлак Далее Это VR у нас Еще VR Видосик И Age of Hearts Да На понятно Все уже по скриншотам все понятно Слушайте сегодня какой-то день прям Уникального просто Игра промо Что Почему За что Разработчики заявляют Что это экшены Приключения Инди И ранний доступ в наличии Та-дам Есть русский язык Игра для одного человека Стоимость игры 134 рубля Со скидкой 10% Без скидки 149 рублей Age of Hearts Игра в которой вы сможете Почувствовать себя в роли одного из героев Призванных из разных миров Пережить их истории И весело провести время Сражаясь с множеством врагов Age of Hearts Друзья Оценка шлак Далее идем У меня просто Много слов врывается Которые не надо говорить Поэтому я молчу Еще одна видимо такая же Замечательная игра Или нет Sea of Lies Nemesis Collector Edition А ну понятно Это в общем квестовая еще одна игрушка Я уже говорил Такие игры я особо не оцениваю Прохожу мимо них Для меня это все сделано Минимум на середнячок Потому что картиночка Как вы видите Нарисованы хорошо То есть не качественный Достаточно качественный арт Но вот сюжетная кампания Надо играть Пока не поиграешь В подобную игру Вот в подобную Ты ее не поймешь Стоимость игры Как всегда 200 с лишним рублей 289 в данном случае Ну и русского языка В наличии нет Поэтому те кто не знает русский Можете даже не пытаться Sea of Lies Nemesis Collector's Edition Оценочка туда-сюда Далее у нас VR Дальше DLC идет И мы смотрим еще что-то DLC Empire Architect Мы с вами смотрели вчера Trail of Destruction Мы по-моему тоже это с вами смотрели вчера Да? Нет, слушайте Мы это вчера Судя по всему Не смотрели Давайте прикинем по скриншотам Что это такое Это какая-то невероятная фигня И ведь кому-то это нравится Кто-то в это играет Я понимаю что мне это не нравится Но кому-то ведь это нравится Разработчики заявляют Что это экшен и инди Русского языка в наличии нет Игра для одного Для нескольких по сети Есть Можно даже на одном компьютере На одном экране играть Стоимость игры 129 рублей Ну что я могу вам сказать Вот то что я вижу на скриншотах Это прям беда Плохо Все очень плохо у разработчиков Trail of Destruction Моя оценочка Шлак Если кто не понял Empire Architect Я прошел мимо Потому что вчера он был в выпуске Мы его анализировали Я ставил там оценочку Повторно просто не вижу в этом смысла никакого Детектив Butler Maiden Voyage Murder Да? Это что у нас такое Типографическая новелла Судя по всему Может быть детективная история Конечно Но при этом Судя по всему Она просто в виде текста Скорее всего Это обыкновенная графическая новелла Да что это такая Визуальная новелла Да История основанная на игре Все Понял Спасибо Игра бесплатная Графические новеллы Тоже не оцениваю Но вот по По рисовке Друзья Прям Прям все как-то хреновенько Персонажи нарисованы С горем пополам Аутбеки вообще ужасные Детектив Butler Maiden Voyage Murder Уже оценку изначально могу поставить Шлак Далее идем Life is Feodal Forest Village Наконец-то эта игрушка вышла И на нее назначена цена Я помню она у нас попадала уже в обзор И это был симулятор реальной жизни Я сейчас его прощелкаю И вы посмотрите Тогда у всех было мнение такое А что там надо ходить Игрять Типа С грядки Собирать Сажать растения Выращивать их Да ребята Это симулятор реальной жизни Так и называется игра Life is Feodal Forest Village Это жизнь феодала То есть это симулятор И вам нужно это понять Русский язык есть в наличии Если кому-то интересно Инди-симулятор и стратегия Стоимость игры 449 рублей Без скидок И игра для одного человека Здесь нет мультиплеера Давайте я покажу тем Кто забыл уже промо-ролик Вы посмотрите на него И сделайте выводы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну я думаю все поняли Что это такое И если вы думаете Что там чего-то еще Ролик не показал Нет Это вот все Что вас ожидает Вы живете Развиваетесь Строите Сажаете То есть вы играете В ферму Вы играете в симулятор Реальной жизни В Sims И следовательно После этого У вас игра заканчивается Где-то Если вас все убили Все разрушили Либо наоборот Вы создали крупную Там Видимо на какой-то Этапе Это определяется Крупную деревню Крупный город И игра заканчивается Вот такая вот игрушка Хотите приобретайте Друзья Лично моя оценка В прошлый раз Была Сомнительной И она не изменилась Life is Feodal Forest Village Моя оценочка туда-сюда И так как здесь Скорее всего Нет боевой системы Никакой толковой То ближе к шлаку Ну оценочка средняя Потому что В принципе визуальная игра Наверное затянет Те кто любит Всякие симуляторы Должно пойти Им по крайней мере точно Далее у нас DLC-шка DLC-шка Киношка 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 И И все Да И все Потому что других Я смотрю тут А нет Ну вот Да У нас тут Star Smasher Кстати мы уже его Обозревали И Райм игрушка Да Все или не все Я что-то Я походу что-то путаю Нет не все Мы это все уже смотрели Друзья с вами Вот такой сегодня Быстренький Коротенький выпуск Друзья Почему Потому что игр сегодня В стиме вышло очень мало Хочется подвести Маленький итог Заметьте Сегодня 15 выпуск За 15 выпусков Мы с вами нашли Действительно толковых Игр очень мало Это говорит о многом Друзья Сегодня на одном из стримов Когда я делал обзор По игре Проект Эхо Один из зрителей Сказал Они вот не хотят Выпускать проект Эхо На платформе стима А где же они будут Брать тогда игроков Вот исходя из тенденций Которые я вижу По программе новинки На платформе стим Здесь по большому счету Нормальному серьезному Разработчику делать нечего Потому что Ну а кого вы здесь получите Любители бесплатных игр Олдфакерских таких Или любители создавать игры В РПГ Мейкере Кто здесь будет играть Да я понимаю Что мы с вами Я и многие из моих зрителей Привыкли к стиму И мы хотим Чтобы в стиме было больше Интересного Но по всей видимости Компания Valve Которая руководит Своей собственной торговой площадкой Особо об этом не задумывается И они согласны на любые копейки И какое бы вы Ге не предложили Для продажи на платформе стим Если вы не нарушаете Никаких правил Авторских Каких то еще Плагиатом не занимаетесь Да То вас по любому разместят Скорее всего на платформе стима Вы будете Ну хоть какую то копейку Но на этом зарабатывать Надо оно вам или нет Ребят решать Конечно вам Я не могу Ничего вам сказать такого Просто я вам показываю По факту По статистике Мы с вами это видим Что на платформе стим С каждым днем все больше и больше шлака Этот шлак не кончается Он льется бесконечным потоком на нас Из экранов И за 15 выпусков Если мне кажется Пересчитать все игры Которые я назвал годнотой По своему личному мнению Это наберется Ну хорошо 10 там 12 игр и все А мы ведь с вами рассматриваем За это время Ну в среднем По 20 игрушек Да За одну программу Представьте да Сколько игр на самом-то деле Не являются качественными Это более чем 80% Выходящего Контента На платформе стим Является Низкоуровневым дерьмом Простите за прямолинейность В общем Надеюсь вам понравилось Сегодня выпуск вот такой вот Небольшой Потому что Больше говорить не о чем Увидимся с вами На следующей неделе Как обычно Суббота-воскресенье Точнее воскресенье-понедельник Выпусков не будет Потому что на платформе Ничего толком не выходит Там 2-3-5 игр максимум Нет смысла устраивать Целый выпуск по этому поводу Поэтому увидимся с вами Во вторник На 16 выпуске Программы новинки в стим Подписывайтесь на мой твич-канал На ютуб-канал На ютуб-канал И на ютубе Нажимайте колокольчик Дабы получать оповещения Обо всех загруженных видео Или Проходящих стримах на канале И вступайте в мою официальную группу Вконтакте Ссылочки все друзья Есть в описании Лайки и комментарии Приветствуются И естественно Делитесь этим видео С друзьями Для вас репосты Мелочь для меня Способ развивать канал С вами был JetPot90 Увидимся с вами приблизительно Через полтора часа У нас начнется стрим По игре Atlas Reactor Надеюсь вы сможете Со мной поиграть Друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok